Тема сегодняшнего вебинара – стратегии подготовки к устной и письменной части ЕГЭ по английскому языку. Проведет вебинар Александр Сергеевич Юрин, учитель английского языка, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены сегодня по завершении вебинара на нашем сайте. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически также по завершению вебинара на вашу электронную почту. Наш вебинар продлится до 16.30 по московскому времени. В чате я нахожусь под именем «Модератор». Если у вас будут возникать вопросы ко мне, то используйте кнопку «Задать вопрос». А если у вас будут появляться вопросы к лектору, пожалуйста, адресуйте их в чат. Я желаю всем успешной и продуктивной работы и приглашаю к разговору нашего лектора Александра Сергеевич. Пожалуйста, вам слово. Александр Сергеевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте, коллеги. Рад новой встрече с вами. Сегодня хоть период у нас и такой опасный коронавируса, но мы все без масок с вами, потому что интернет представляет нам возможность общаться без всяких средств защиты. Итак, мы начинаем сегодня и поговорим мы с вами о подготовке к устной и письменной части ЕГЭ по английскому языку. И сегодня наш разговор пойдет о том, как настроить учеников, сдающих экзамен, на успешную сдачу. Сегодня будут советы по всем видам речевой деятельности и как ученики должны готовиться к этому экзамену. И начнем мы с вами с того, что, с того изменения, которое у нас присутствует в демонстрационном варианте. Это формулировка заданий, возможно, будет изменена на экзаменационной работе. Вот на это тоже мы должны сразу настраивать детей. Я повторюсь, я уже говорил на предыдущем вебинаре, что если раньше мы наоборот говорили ученикам, что не читайте задания, они все одинаковые, а сразу приступайте к выполнению задания, то сейчас, по крайней мере, на задания надо обратить внимание. И первое, с чего должны будут начинать выполнение задания, это читать формулировку. И напомню вам о формате ЕГЭ, какой же он будет. Если изменения коснулись ОГЭ в девятом классе, то в одиннадцатом классе изменений у нас больших нет. Также будет четыре раздела, аудирование, чтение, грамматика, лексика и письмо. На выполнение заданий учеников будет три часа или 180 минут. Всего заданий 40. Письменная часть. Вот тут не лишний будет напомнить, как записываются ответы. В принципе, с этого ученикам можно начать, можно с этого учеников готовить к экзаменам. Задания 3, 9, 12, 18, 32, 38. Мы пишем только одну цифру. И в бланк ответа номер 1. Задания 1, 2, 10, 11. В виде последовательности цифр. И эту последовательность мы записываем тоже в бланке 1. Также каждая цифра в отдельной клеточке. Писать, естественно, надо разборчиво. Образцы в бланках даны. Неплохо будет, если распечатать бланки ответов и дать ученикам возможность 11 класса поработать в этих бланках. Чтобы у них не было... Хотя в 9 классе все сдавали экзамены. Собственно говоря, не должно быть никаких волнений по поводу заполнения бланков. Но, тем не менее, на это следует хотя бы обратить внимание. А вот ответы к заданиям 19, 31. Мы уже пишем одно слово или несколько слов. Также в бланк ответа номер 1. При этом мы должны сказать ученикам, тоже обратить их внимание, что все ответы пишутся большими буквами и без пробелов. То есть только так. Потому что иначе компьютер может не прочитать то, что написали участники экзамена. Ну и письмо 2 задания 39 и 40. 39 это личное письмо. А 40 это письменное высказывание с элементами рассуждения. И отвечать на него в бланк ответов номер 2. При этом, если несколько лет назад писали с двух сторон, то сейчас можно писать только с одной стороны. То есть, как закончили, нужно будет взять второй бланк ответа. На это обратить внимание. Ну, собственно говоря, чуть позже у нас пойдет речь о том, как именно выполнять эти работы. И какие рекомендации ученики получают при выполнении письменной части. И теперь за верное выполнение каждого из заданий 3, 9 и 12, 38 получает участник 1 балл. Но, если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, это задание по грамматике и лексике, то ответ считается неверным. И соответственно ученик получит 0 баллов. И в ответах 1, 2, 10, 11 за каждое правильное соответствие устанавливается 1 балл. А за выполнение заданий 1 и 11 ученик может получить от 0 до 6 баллов. А задания 2 и 10 от 0 до 7 баллов. То есть, вот это то, что касается количества баллов, которые может получить участник экзамена. Устная часть. Устная часть тоже не изменилась в ЕГЭ. И также 4 задания. Первое задание. Это чтение вслух отрывка научно-популярного текста. Время на подготовку полторы минуты. И вот тут надо настроить детей, чтобы не спешили прочитать текст быстро. А все-таки на чтение текста есть время. Потому что некоторые читают текст чуть ли не за 30 секунд, думая, что это очень хорошо. Но на самом деле это не очень хорошо. И разобрать такой текст трудно. Тут текст не на скорость, а на правильность чтения. Задание 2. Тут надо задать 5 вопросов на слове ключевых слов и словосочетаний. Тут тоже полторы минуты на подготовку и 20 секунд, чтобы задать вопрос. Собственно говоря, чуть позже мы все это разберем более подробно. И в третьем задании описать одну фотографию, которую участник выбирает из трех. И описать ее на основе плана. Это тоже мы позже рассмотрим. На подготовку здесь дается полторы минуты. И на описание 2 минуты. И задание 4. Это задание повышенной сложности. Вообще все задания в ЕГЭ идут по мере нарастания сложности. Первое задание обычно легкое. Это где-то уровень А2. С первым заданием справится и ученик 9 класса. Поскольку такие же задания идут в 9 классе. А вот третье задание обычно самое сложное. И его уже выполнить не так просто. И даже доходит до уровня C1 задания. Например, третье задание по грамматике. Итак, в четвертом задании мы сравниваем две фотографии. Также есть план. Полторы минуты мы готовимся. И две минуты мы описываем. Там же идет в задании 3 и 4. Говорится о количестве предложений. 12-15 предложений. Но это никто не значит, что если вы будете говорить больше предложений, то это плохо. У нас существует время на эти задания. Две минуты. То есть вы можете спокойно две минуты описывать эту фотографию. Общее время на экзаменуемого это 15 минут. Но время может быть увеличено, потому что есть возможность прослушать, если не весь ответ, то хотя бы общая, как была проведена запись. Поэтому здесь может быть увеличено несколько время. И напомню, что устная часть сдается во второй день. Теперь мы поговорим о подготовке к экзамену. Что же должны знать ученики и что мы им должны сказать. Какие советы мы должны дать тем, кто собирается сдавать экзамен. Самое первое, что мы должны им сказать, что если вы решили в 11 классе в ноябре месяце, что вы будете сдавать экзамен по английскому языку. А если вы до этого не особо напрягались, если бы напрягались вообще, то шанс сдать экзамен даже на тройку достаточно низа. Поэтому мы должны с самого начала, это собственно мы всегда им говорим, чтобы активно работали на уроках, выполняли все домашние задания. Но здесь мы должны еще посоветовать детям больше читать и слушать тексты на английском языке дополнительно. Либо самостоятельно, либо на уроках мы даем все равно детям что-то слушать и читать то, что не относится к школьной программе. Второе, мы должны нацелить детей на что? Что для того, чтобы успешно сдать экзамен, не обязательно знать все слова, которые могут быть использованы в текстах. Все слова вообще очень тяжело знать, да и в принципе невозможно, я бы сказал, именно все слова знать языка, поскольку много еще и технических слов, но к счастью технические слова нам не дают. Поэтому если даже не знает участник экзамена какого-то слова, надо развивать языковую догадку. Догадаться о значении слова по контексту, хотя бы определить часть речи, тогда можно будет определить это слово. И другое, мы должны также настроить, сказать детям, что если они прилежно занимались иностранным языком, выполняли все задания, то на базовом уровне больше половины можно выполнить тестовых заданий. Ну, где-то около половины, то есть тройку можно получить. Но это при условии, что учили слова, все читали, выполняли. То есть вот сам по себе формат экзамена именно это и предусматривает. Что перейти порог может даже ученик, который прилежно занимался и не занимался дополнительно. Но тем не менее, на это все равно надо говорить, что экзамен требует повышенного внимания к себе и все равно надо больше заниматься. Во время выполнения экзамена ученики должны быть сосредоточены. И самое главное, читать до конца любое задание, даже самое непонятное. Даже если много слов незнакомых, все равно надо понять его, прочитать. И хотя бы общий смысл будет понятен. И может быть, это будет лишний 1, 2, 3 балла, возможно. Вопросы всегда читать и понимать, убедиться в том, что правильно поняли вопрос. Если не может ученик ответить на вопрос, пусть отвечает на другие. Потому что отвечая на другие вопросы, те, которые он более уверен, количество вариантов сокращается. И выбор придется провести уже из меньшего количества, допустим, из двух или из трех вариантов, надо будет выбрать правильные ответы. А это уже легче. Следующее, на что обратить внимание. Что сама структура экзамена, задания экзамена и текста, рассчитана на то, что точное повторение слов и фраз из текста, прослушанного или прочитанного. В данном случае сейчас больше речь идет о чтении и аудировании. Что большая часть этих фраз не будет повторяться в заданиях или в текстах. А будут синонимы этого текста или перефразированные предложения, словосочетания, какие надо будет найти ученику. Далее, ученик должен сразу же исключать варианты ответов, которые явно не являются правильными. Ну, это при беглом чтении или после первого прослушивания уже становится ясно, что какие-то ответы явно не подходят к заданию. Дальше, когда завершает задание ученик, надо обязательно проверить ответы внимательно и перенести их в бланк ответов. И при подготовке экзамена также к экзамену следует помнить, что... Я прошу прощения... Это с электричеством проблема. Итак, помнить, что каждый раздел имеет свою особенность, свою специфику. И надо, соответственно, каждый раздел подготовить и определить, какие стратегии нам нужно использовать, чтобы успешно сдать экзамен. Следующее. При подготовке к экзамену надо обращать внимание на время. Потому что три часа, кажется, с одной стороны много времени, но надо успеть, чтобы все перенести в бланк ответов. А это иногда не получается у участников экзамена. И поэтому при подготовке надо стараться ограничивать время и следить за временем выполнения задания. И, естественно, подготовка к экзамену это серьезная тренировка в выполнении заданий. И, естественно, нужно проводить самоанализ или чтобы учитель делал анализ результата. И, естественно, надо правильно расставить приоритеты ученику. И даже, может быть, ну не может быть, а план подготовки к экзамену. Он, кстати, есть в наших книгах в тренинге, например. И даже, может быть, план того, что делать каждый день ученику, который хочет сдавать экзамен. И вот я хочу предложить вашему вниманию вот это учебное пособие. Это 20 вариантов тренировочных по версии 2021 года. И, соответственно, здесь даны 20 вариантов с аудированием и по всем видам речевой деятельности. И вот это пособие им может воспользоваться и ученик, и учитель. И, как говорится, к счастью, в нем есть ключи. И, к сожалению, в нем есть ключи. Ну, ключами, естественно, можно воспользоваться и с умом. А можно просто переписывать, как мы знаем, некоторые делают, пользуются ключами. Ну, и дают идеально правильные ответы. Но, как только шаг вправо, шаг ля, этих ответов нет. Поэтому ключи это, с одной стороны, добро, с другой стороны, зло. Но нацеливать надо учеников на работу, чтобы ключами пользовались, как проверочным материалом. То есть, сначала выполнить задание, потом проверить его по ключам. И уже потом, если возникают какие-то вопросы, они задают вопросы ученике, учителю. Вот этот вариант работы с ключами, я считаю, наиболее подходящий. И, как же работать вот с этим пособием? Авторы пособия предлагают два вида работы. Первое, это работа над полным вариантом. То есть, полностью выполняется весь вариант. А второе, работа над однотипными заданиями. И, работа над полным вариантом. В данном случае, может быть, не первый раз, а второе, третье выполнение, надо ограничивать время выполнения задания. Это делается для того, чтобы приблизить выполнение задания к условиям экзамена. Так сказать, к боевым условиям. И вот именно такая стратегия, кстати, она вот и поможет нам проконтролировать, какие умения у ученика, причем они у разных учеников разные, выработаны. И какие задания оказываются наиболее трудные. Вот я здесь, когда составлял эту презентацию, я обращался не к учителям, а к ученикам. То есть, вы можете использовать вот эту презентацию, частями ее, отработая над каким-то заданием, именно показать ученикам, какие советы, какие рекомендации они могут получить, и чего им следует придерживаться, какому плану придерживаться. И как раз выполняя полный вариант, ученик может увидеть, какие задания легко получаются, какие не так легко, какие требуют больше времени. И вот FIPI дает точное время выполнения заданий. Аудирование, 9 заданий у нас, время на выполнение 30 минут. Ну, на аудировании мы время сэкономить никак не сможем, поскольку пока идет запись, мы не можем заниматься ничем другим. Но по опыту я так, когда давал своим ученикам выполнять вот это задание по аудированию, и я жестко достаточно ограничивал время, то те, кто успевал делать аудирование, ну, опять-таки, это тоже нельзя давать совет, такой детям так выполнять. Но, тем не менее, дети так делали. Они, выполнив задание аудирования, видя, что у них остается еще время, второй раз некоторые даже не слушали задание. И вот во время второго прослушивания они либо читали дальше задание третье по аудированию, либо вообще уже начинали выполнять первое задание по чтению. То есть, вот таким образом. Но такого совета я бы не стал давать именно всем ученикам, поскольку надо все-таки внимательно послушать, ошибки все равно могут быть. Второй раздел это у нас чтение. 9 заданий, рекомендуемое время 30 минут. А вот что касается чтения, иногда бывает мало 30 минут на то, что выполнят задание по чтению. И третий раздел грамматика и лексика. Это 20 заданий, 3 раздела. И рекомендуемое время 40 минут на выполнение грамматики и лексики. И четвертый раздел письмо. Два задания, рекомендуемое время 80 минут. Тут тоже, ну, когда будем говорить о письме, я скажу вариант, как можно сократить время. Ну, вот по опыту, как ученики выполняют задания, раздел грамматику и лексику выполняют за полчаса. В среднем, так, за полчаса. И вот, когда есть два урока, и мы выполняем полностью вариант ЕГЭ, то самые продвинутые, одаренные, они за эти два урока, ну, естественно, аудирование у нас все проходит, чтение, грамматику и лексику, сначала даже было не успевали все выполнять, не то, что все, даже самые продвинутые, не успевали выполнять грамматику и лексику, последнее задание. Вот, то уже где-то к декабрю месяцу, был одиннадцатый класс, уже даже успевали выполнять за два урока и письмо. То есть, видите, писали письмо личного характера, в смысле, не эссе. Поэтому, видите, время еще остается достаточно много на остальные задания. И теперь, что же стоит делать при выполнении письменной части? Ну, самое главное, выполнять указанные рекомендации по выполнению. Если вдруг требуется больше времени на выполнение какого-то задания, то это говорит о том, что умений, сформированность умений недостаточна для того, чтобы выполнить данное задание. И вот, работая с этим пособием, 20 вариантов, есть тренинг отдельно, где в тренинге представлены задания по разделам. Допустим, первое задание по аудированию, и дается несколько вариантов выполнения. Второе задание по аудированию. И таким образом, каждое задание рассматривается. То мы можем использовать пособие и 20 вариантов, именно для этого. Чтобы выполнить, допустим, 5 заданий подряд, из каждого варианта, именно задание на то, которое у нас не очень получается. Будь это аудирование или чтение, грамматика и лексика. То есть, вот такой вариант работы предлагается. И для того, чтобы сформировать навыки, умения по отдельным видам речевой деятельности, тем, кому надо уделить больше внимания, может быть, мало окажется, 5 заданий, вот существует такое пособие. Это тренинг, где представлены все типы заданий. О нем я только что вам говорил. И, ну, вообще тренинг, конечно, лучше начинать в 10 классе, чтобы за год, работая над отдельными заданиями, появился и навык выполнения этого заданий. Ну, в принципе, я, конечно, не совсем за такую фразу натаскивания на ЕГЭ, потому что без знаний натаскать на ЕГЭ нельзя. И даже тестовую часть, все равно, чтобы выполнить удачу, нужно достаточно большой запас знаний. вот, и плюс, надо, чтобы ученик все-таки разбирался, и догадка языковая очень большую роль играет. То есть, видите, поэтому натаскать на ЕГЭ просто так нельзя. Ну, мы сами это все прекрасно знаем, что сдать ЕГЭ без знаний просто невозможно. Поэтому все равно все надо знать. И вот это пособие именно помогает нам развить и навык, и языковое чутье, работая по отдельным видам речевой деятельности. Тут, в том числе, есть и подготовка к устной части. Кстати, очень хорошая. И вот ЕГЭ, то, что я уже говорил вам, работа над антипными заданиями, обеспечивает как раз систематизацию языковых знаний и умений. И вот на примере, допустим, задания 19-25 мы будем обращать особое внимание на употребление грамматических категорий, обращать внимание на ошибки, смотреть, какого это рода ошибки. И этот раздел грамматики можно будет и потом развивать. Вот я вам хочу показать, это, правда, не грамматика, вот книжка, это слово образование прошлого года. И такое же пособие, такое же было по грамматике. И вот там очень хорошо как раз объяснены все грамматические категории, и по существительным множественное число очень хорошо, и по временам глагола. То есть можно использовать вот такое пособие. И такие пособия можно использовать не только для 9 класса, но и для 11 класса. То есть если что-то пробел в знаниях или нетвердое знание, то можно, работая по пособиям, именно по какому-то отдельному разделу, эти знания улучшить и успешно вполне подойти и сдать экзамен. И вот в заданиях 19.25, вот особенности говорят, при прохождении нового задания можно обращаться к словарю. То есть когда ребенок делает дома, это задание может пользоваться словарем. Но тут один момент такой. Если работать над этим разделом для контроля и в классе, либо какого контроля? Ну как самостоятельная работа, контрольная работа, или для контроля времени, то тут словарь использовать не рекомендуется. Для чего вот можно использовать словарь? Просто когда дома работает ученик, он выписывает эти слова, когда работает над пособием дома, он выписывает слова и тем самым обогащает свой словарный запас. Но когда мы работаем в классе, то тут ребенок уже должен быть поставлен в более жесткие рамки, в рамки практического экзамена. И вот тут как раз мы учим развивать языковую догадку. И естественно словарь здесь не то, что не рекомендуется, а я бы даже сказал, что пользоваться словарем здесь нельзя. И вот пособие нам предлагает, это в 20 вариантах пособия, предлагает нам вот такую таблицу, чтобы проследить динамику работы ученика. Это можно сделать на каждого ученика или чуть-чуть преобразовать таблицу и сделать это на класс. Ну, на каждого ученика это в принципе удобнее, потому что, видите, тут приведено каждое задание, количество баллов, которое может получить. И по вариантам здесь ученик, вот сколько он баллов сможет набрать. И вот по этой таблице очень хорошо видно прогресс ученика. И он сам будет видеть, чего он достиг, что получается, что не получается. Очень полезная, кстати, вот эта таблица. И пользоваться ей очень удобно. И потом сразу видно, все-таки своего рода статистика достижений, она тоже стимулирует к изучению языка. И поговорим мы теперь с вами об аудировании. Аудирование, конечно, надо заниматься регулярно. Причем аудирование, это не только то, что мы включили запись, и ученики слушают эту запись. Но аудирование также и на это надо обращать внимание. И слушая то, что говорят одноклассники. Или те, кто в одной группе находится. Вот это самое главное. Это тоже у нас относится аудирование. В том числе и ваша речь, как ученики ее понимают, это тоже аудирование. Поэтому надо на все обращать внимание и не терять ни единой возможности послушать английскую речь. Прослушивание аудиотекста должен предшествовать разбор инструкций. Дальше должны определить цели и задачи, которые ставят задания. Обсудить стратегии, которые следуют. О стратегиях мы и будем говорить дальше. По каждому заданию сейчас будет у нас стратегии, которые каждый ученик должен знать. И, естественно, поиск ключевых слов к утверждениям, к вопросам, поиск синонимов к этим словам, антонимам, эквивалентам этих слов. Потому что, как я уже говорил, слова, в том числе и ключевые, они вряд ли встречаются, если они встречаются в задании, то они вряд ли будут в тексте или в аудиотексте. Поэтому именно надо искать синонимы, антонимы и эквиваленты этих слов. Но это сейчас я говорю о работе в классе. Поэтому при разборе содержания и нахождении отдельных ответов по аудированию целесообразно использовать аудиоскрипты. Когда текст есть, то можно в нем подчеркивать ключевые фразы и слова, которые помогут найти правильный ответ. Еще раз скажу, что надо смысл. Прежде всего, надо понять, о чем идет речь. А такие же слова искать в тексте, это бесполезно. Их, скорее всего, там и не будет. И в процессе прослушивания можно записывать основные мысли на черновике или обращать внимание на ключевые слова. Может быть, их даже можно выписать. Но это каждый уже строит свою, кому как удобнее. Свою стратегию каждый вырабатывает. И поэтому некоторые вообще просто слушают и заполняют сразу текст. Ну, у каждого свои способности к аудированию. И регулярно работая над аудированием, следует, конечно, и тренироваться, как я уже говорил, в заполнении бланка. И вот задание первое по аудированию. Это задание базового уровня. В этом задании, я напомню, дается 7 утверждений. Все утверждения по одной тематике. Тематика, кстати, представлена в демо-версии. И услышит участник экзамена 6 высказываний. И необходимо установить соответствие между списком утверждений и высказываниями. Список это 1.7, высказывания АФ. Здесь, как и везде, одно утверждение будет лишнее. Запись, все записи слушают дважды. Поэтому, чтобы успешно выполнить экзамен, ученики должны внимательно прочитать задание перед началом прослушивания. И в то время, когда диктор читает на пленке задание, также можно понять. Задание внимательно надо прочитать и найти в этих заданиях некие тонкости. Чем отличается одно высказывание от другого. То есть, там будет кто о чем говорит. То есть, вот найти эти отличия. И также здесь помогут и ключевые фразы. Далее, естественно, обратить внимание на ключевые слова. И подумать, как эти слова можно истолковать. Найти синонимы, близкие по значению слова. Вот таким образом мы работаем. И поскольку все утверждения по одной теме идут, то, вот тут самое главное, на что надо обратить внимание. Это пункт третий, видите здесь. Надо найти, чем эти высказывания отличаются друг от друга. Вот в отличие этих высказываний и кроется успешный ответ на экзамен. И тоже напомнить ученикам, что в кимах можно делать любые пометки, но на бланке ответов все должно быть только чисто, аккуратно. И все должно быть перенесено в бланк ответов. А в кимах можно делать любые пометки, которые помогут ученикам выполнить правильное задание. Ну, еще раз, об этом все время надо говорить, что исходные вопросы никогда не копируют аудиотекст. Или наоборот, исходные аудиотекст вопросы никогда не копируют. И поэтому тоже надо помнить, что нужны синонимы. И теперь, что касается аудирования, то тут мы одну часть выполняем до прослушивания, вторую во время прослушивания. И эти, если до прослушивания примерно одинаковые рекомендации даются, то во время прослушивания для заданий они у нас немножко другие. И так, во время первого прослушивания можно даже постараться записать какую-то информацию о говорящем. Естественно, ключами. Одно слово, может быть где-то слово сочетание. Может быть даже сделать какой-то рисунок, какую-то галочку поставить, если поймет об этом ученик. Не спешить сразу определить ответ после высказывания каждого говорящего. А надо прослушать прежде всего всю запись до конца, то есть всех говорящих. На черновике можете, естественно, пометить, что вот этот так говорит, этот о том, можно. Но, тем не менее, сразу же не стоит считать, что это верный ответ. Хотя, может быть, и сразу можно дать правильный ответ, кто о чем говорит. И после того, как прослушали всю запись до конца, надо помнить всегда, что одно утверждение лишнее. И вот на это самое главное обращать внимание. Когда будут слушать запись второй раз, надо посоветовать сосредоточить все внимание на тех говорящих, чьи высказывания не смогли соотнести участники, ни с одним утверждением. И, наконец, если уже все, не могут определить, кто же что говорил, то все равно надо попробовать. Но уже отгадать слово здесь, пожалуй, не подходит. Отгадать. Просто у нас уже будут при выполнении этой части такие ответы, которые мы уже наверняка знаем, правильный ответ. Те, которые мы сомневаемся, и будут те, которые не знаем. Поэтому надо все равно выбрать тот ответ, который ученик, участник экзамена считает наиболее правильным. Дальше. Убедиться в том, что неправильный один ответ не подходит ни к одному высказыванию. И при переносе убедиться, что не написали одну и ту же букву в таблицу два раза. Вот такие ошибки просто бывали, что писали одну и ту же букву в два раза. И переходим мы с вами к заданию второму по аудированию. Это аудирование повышенного уровня. Здесь список из семи утверждений и три ответа на выбор. True, False, Not Stated. И здесь требуется определить, соответствует или не соответствует утверждение содержания прослушиваемого текста. Или вообще в тексте об этом не говорится. Также запись звучит дважды. И что же надо делать перед прослушиванием? Естественно, как и всегда, внимательно прочитать утверждения все, чтобы понять тематическую направленность. это естественно облегчит его понимание и нацелит участников экзамена на поиск нужной информации. То есть, то, чего не... что им предстоит услышать. И не пытаться, вот некоторые пытаются определить правильный ответ еще даже пока текст не стал звучать. Да, бывает. Так тоже иногда, кстати, угадывают. Но это правильный ответ все-таки зависит исключительно от содержания текста. И в данном случае не помогут ни догадка, ни жизненный опыт участника экзамена. И поэтому только можно попытаться представить, о чем будет идти речь в записи. А угадывать, в принципе, это бесполезно. по сути дела. И в записях такого... в занятиях такого рода вот я бы хотел сказать, что порядок вопросов соответствует тому порядку, в каком они идут в аудиозаписи. То есть, именно все вопросы, ну, кроме последнего обычно. И вот в конце задания могут быть вопросы уже более общего содержания. Последний вопрос, допустим, он может идти обо всем тексте. И вот может быть, это не обязательно, что он будет, но вероятность присутствует. И при ответе на него нужно подумать о тексте всей записи в целом. И также мы в каждом утверждении находим и подчеркиваем ключевое слово, сразу вспоминаем его синонимы. И это поможет участникам сосредоточиться на том, что они будут слушать. и теперь во время прослушивания. Во время прослушивания этого задания мы определяем наличие или отсутствие запрашиваемой информации. Если все утверждения идут по порядку, то если нет информации такой, то скорее всего там будет вариант not stated. И во время прослушивания второго естественно надо сосредоточить свое внимание на тех вопросах, на которые не было ответа, не услышали ответа участники экзамена. И как всегда не оставлять вопросы без ответа. в крайнем случае уже можно опять-таки угадать здесь иногда бывает совсем непонятно что было сказано не было хотя бы просто написать что участник экзамена считает. Естественно перенести ответы в бланк ответа и посмотреть насколько правильно перенесены ответы. Задание 3.9 3.9 это задание уже высокого уровня и состоит из 7 неполных утверждений и 3 вариантов концовок вот это задание кстати часто и вызывает такие сложности у учеников но тем не менее что же они должны сделать перед прослушиванием внимательно должны конечно прочитать рубрику задания и возможные ответы и понять естественно о чем идет речь и вот после того как прочитали и поняли так же будет общее представление о том что предстоит услышать и вот после прочтения понятно нам содержание примерно аудиотекста и мы уже будем ориентироваться на и слова уже тема будет нам понятна и хотя бы мы будем знать о чем идет речь у нас так же мы ищем ключевые слова и понимаем какую информацию нам нужно понять и услышать и во время прослушивания естественно при первом прослушивании надо отвечать на те задания в которых уверены а вот когда уже слушаем второй раз надо сосредоточиться на том что плохо было услышано или не очень хорошо услышано и если все таки вот здесь можно попытаться догадаться о чем идет речь именно пользуясь логикой опытом жизненным тут можно попытаться даже найти ответ это не там где да нет в тексте не сказано там все таки уже другой вариант и в конце при перенесении проверить правильно ли были перенесены ответы в бланк ответа это кстати очень важно именно проверить правильность перенесения и вот теперь мы переходим к разделу чтения ну сначала задание 10 это задание как правило не представляет таких трудностей особых и в первом задании чтения здесь как и в ОГЭ требуется найти заголовки для 7 параграфов 8 заголовков нам представлено 1 заголовок лишний это самое легкое задание чтения и уже после небольшой тренировки оно не будет вызывать сложности оно похоже на первое задание раздела аудирования поэтому я не стал на нем останавливаться но и в первом задании аудирования нужно соотнести говорящего и о чем он рассказывает здесь облегчается еще тем что перед нами текст то есть не то что два раза услышали где-то услышали забыли а здесь перед нами постоянно текст и мы можем повторно прочитать и обратить внимание на детали а вот поэтому десятое задание я даже не стал о нем много и говорить а вот задание одиннадцать уже может вызывать сложности и тут уже надо прочитать и внимательно перевести все части предложения обозначенные цифрами один семь и здесь надо подумать что может стоять до и после той части предложения взятого из текста ну может так быть что все предложения после каждого предложения будет стоять точка той ту часть предложения которую надо ставить может стоять точка то тогда мы смотрим только на то что было до той части предложения которая взята из текста следует обратить внимание на грамматическое строение предложения здесь обращать внимание на предлоги части речи и время грамматическое время. То есть, вот над этим, на это надо обращать внимание в задании 11. Иногда, вот выполняя первый раз, второй раз, у детей просто особенно после первого раза бывает шок, когда они вообще там и не могут ставить, и у них там только одно или два правильных, и такое бывает. Но потом, где-то после пяти, уже это задание в пяти выполнении такого задания, оно уже не вызывает таких больших трудностей. И задание 12.18. Это уже самое сложное задание. И здесь могут уже встретиться тексты уровня C1. И ответы вот на некоторые вопросы, ну, к сожалению, к счастью, вернее, это очень редко встречается. Ответы могут быть неоднозначны. Вот тут в этом и сложно, что иногда и сам состоитель текста думает одним образом, а логика вот говорит, что не совсем так это бывает. Но последнее, ну, по крайней мере, прошлый год, позапрошлый год, таких разночтений уже не встречалось. И вот в заданиях 12.18. Нужно понимать детали текста, вчитываться в эти детали и искать информацию. Так же, как и в третьем задании аудирования, в тексте оговариваются все четыре предложенных варианта ответа. То есть, они так или иначе, но они где-то звучат. здесь нужно быть вообще предельно внимательным и максимально переводить понятие значения того, о чем идет речь. Потому что, допустим, та же какая-то цифра или еще какие-то данные, информация, она может звучать в другом чуть-чуть контексте и никак не относиться к этому ответу. И вот, чтобы выполнять это задание, я бы рекомендовал первое, но это вообще всегда желательно так делать. Сначала бегло прочитываем весь текст. Просто пробежали его глазами и поняли, о чем идет речь. Можно перед текстом сначала прочитать вопросы, можно их прочитать после текста. Это все делается для того, чтобы составить общее представление. После того, как пробежали глазами этот текст, надо читать внимательно уже каждое задание и варианты ответов. И, естественно, чем точнее будет переведено, чем точнее будет понят смысл, тем больше шансов того, что на этот вопрос будет дан правильный ответ. И после того, как уже прочитали, перевели задание, следует искать в тексте место уже, где упомянут ответ. ответ. Все ответы в этом задании также идут по порядку. То есть, не бывает такого, чтобы задание 15 находилось после ответа на задание 16. То есть, они также идут по порядку. Но также последний ответ на последний вопрос может содержать информацию обо всем тексте. И вот тут надо, конечно, очень быть внимательными при ответе на эти вопросы. Если вот задание встречи незнакомые слова, то, естественно, в первую очередь нам надо определить то, что не подходит совсем и выбирать потом из меньшего количества вариантов. Если задание все-таки остается неясным, то надо выбрать среди оставшихся заданий. И первое мы должны нацеливать учеников, что надо делать все задания. Если какое-то вызывает затруднение какое-то задание, то его пропускаем и идем дальше. Потом, когда у нас остается уже меньше заданий и, соответственно, меньше вариантов, мы потом начинаем выбирать из этих заданий. И другая помощь здесь, кстати, в других заданиях такого рода подряд никогда не может быть больше трех одинаковых вариантов ответа. То есть, допустим, 2-2-2 или 1-1-1 только так может быть 3. а если 4-2-2-2-2 вариантов ответа, вот этого уже быть не может. Поэтому такая подсказка ученикам. И вторая подсказка, что каждый вариант ответа встречается хотя бы один раз. То есть, если идут 1-2-3, то в этом задании должна быть обязательно цифра 1, где-то 2 ответа, где-то ответ 3. То есть, обязательно они встречаются. Поэтому, если вдруг выполнили задание и нет варианта 1, то это задание надо перепроверить и там, скорее всего, будет допущена ошибка. Александр Сергеевич, здесь поступил вопрос, а не слишком ли большие тексты для чтения? Ну, тексты тут с этим мы ничего не можем поделать. Тексты, ведь они соответствуют уровню знания. Я как-то говорил еще когда это было, ну, осенью, по-моему, на вебинаре, я говорил о уровне знаний А1, А2 и С1, С2. Вот, соответственно, для каждого уровня знаний европейские, вот эта система европейская, для каждого уровня знаний есть свои объемы текстов, которые должны читать изучающие английский язык. И вот уровень А2, это уже, скажем, девятый класс ОГ, ну, или повышенный А2, это уже приближающийся к С1, а вот С1, там такие тексты и предусмотрены. Поэтому это уже задание повышенной сложности, и там, соответственно, и количество слов и сложность текста, это уже предусмотрено самим форматом экзамена. Поэтому тут а текст, но текст, опять-таки, они не бывают, что где-то больше текст, ну, намного уж так больше, там, ну, может быть, в пределах 10 слов, но чтобы отличались на большое количество слов, то такого не бывает. все равно все тексты идут, формат текста идут в рамках они, вот, в соответствии с классификацией вот европейской для уровня С1 и А2. Вот, поэтому тут тексты, может быть, они и кажутся большими, но тем не менее они соответствуют вот этой европейской шкале. Я ответил на вопрос? Ну, давайте тогда поговорим пойдем дальше с вами. И теперь мы поговорим о грамматике. Грамматика. Собственно, от ОГ 9 класса отличается ЕГ только наличием третьего задания. Это самое сложное задание на знание лексических единиц и сочетаемости. А первое и второе задание, ну, это не грамматика, первое это грамматика, второе слово образования, вот, они совпадают с экзаменом ОГ. Здесь рекомендуемое время 30 минут и за это задание можно получить 20 баллов. грамматика. теперь грамматика. 7 баллов за грамматику получает ученик за раздел грамматики. И вот после тренировок, когда мы выполняем много заданий, на этот раздел уже требуется не 30 минут, сначала даже больше выходит, а вот уже при определенной тренировке можно выполнить этот раздел за 20 минут. И тем самым у нас получается 10 минут на остальные части экзамена. А грамматику вообще даже можно сделать и за 7 минут, то есть очень быстро именно вот эту часть грамматик. и этот раздел проверяет как раз все знания по грамматике, которые ну я не скажу, что получил ученик за 11 лет обучения, который взял ученик за 11 лет обучения, так будет пожалуй правильно, потому что мы учим всех одинаково, но кто-то более внимательно работает, кто-то менее, и таким образом этот раздел у нас проверяет именно те знания, которые имеет ученик по грамматике. Но тут что можно сказать, что как мы с вами прекрасно понимаем, грамматика это это собственно говоря как определенный набор формул, и плюс к этим формулам еще есть какие-то исключения у нас есть по грамматике. И грамматика сложна именно тем, что уже угадать здесь поставить правильную букву и цифру невозможно. И бывает так, что ученик знает правильную форму и готов ее написать, пишет ее и с орфографической ошибкой. Где-то вот одна буква не так. И за орфографическую ошибку уже балла за это задание не получит ученик, даже если он все написал правильно. Вот на это тоже следует обратить внимание. И в том числе на числительные, я когда о ВПР говорил, я тоже не на АВПР, а девятый класс, ОГЭ, там аудирование задания, там надо писать данные и цифры словами. поэтому надо обратить внимание здесь, что ошибка это не отдаст одного балла. И первое, что должны знать сдающие экзамены, потому что тут существует путаница по грамматике, не все просто понимают, что же такое грамматика. Итак, вот если существительное у нас попадается в грамматике, то скорее всего от него требуется образовать форму множественного числа. Поэтому надо выучить все исключения. И даже если по правилу образуется множественное число, то следует помнить, если конечная Y, как она меняется на I, и не всегда, F меняется на V, и добавляется и S или S. То есть вот на это мы обращаем внимание при подготовке к разделу грамматика. Есть ли местоимение? Встречается в задании места... А, ну да, еще по грамматике может быть притяжательная форма, притяжательная поддержка, но это я даже не припомню, чтобы такое встречалось в экзаменах по ЕГ. но тем не менее она может вполне присутствовать. Местоимение. Местоимение может быть это MI, то есть один из падежей, может быть притяжательный MI или MAIN, но после MAIN, как вы помните, не идет существительного. И возможно форма MYSELF. вот что касается местоимений. Указательное местоимение это this, that и соответственно these, those будет идти соответственно. Неопределенное местоимение some, any, no вот от них но тоже они в текстах не особо припомню, чтобы они были в текстах, но тем не менее кодификатор говорит, что могут попасться вот такие выражения something, somebody, somewhere, то есть все вот их производные также могут у нас быть. Если это числительное, то с числительными все конечно просто. Это самое простое, что может быть преобразовываем количество, количественное в порядковое. Но написание, one, the first, ну the мы не пишем артикль, естественно, он там будет стоять показывая нам, что это превосходная степень. Но тут надо только обратить внимание на тонкости правописания. И прилагательное или наречие, то это будет степень сравнения. И вот тут можно напомнить, что если стоит слово then, то это будет сравнительная степень. если идет конструкция the, the, the bigger, the better, то тут тоже будет у нас везде сравнительная степень. Но если стоит артикль просто the перед пропуском, то это уже будет превосходно. И естественно напомнить детям, ну на всякий случай, что второй раз форму the писать мы не будем. И вот здесь ошибка, которая встречается, ну возможно не до конца понимают участники экзамена отличие словообразования от грамматики. Бывают, если они видят прилагательное, то они образуют наречие от него. Или пишут отрицательную приставку, ну то есть путают это со словообразованием. Вот такой момент у нас с грамматикой. пока мы не дошли до глаголов. Вот с глаголами здесь уже сложнее. И почему сложнее? Ну потому что времена, залог присутствует в глаголе. И мы смотрим. Первое, что мы должны определить? Понять, что перед нами личная форма. У личной формы есть времена. Present simple, past simple и так далее. Или это все-таки не личная форма. Это причастие, инфинитив или герой. Ну не личную форму узнать в предложении легко, потому что тогда уже есть сказуемое, выраженное личной формой глагола. И уже пропуск этот будет стоять не на месте сказуемое, а на другом месте. И вообще хорошо, если перед ним стоит запятая, которая явно показывает это, что не сказуемое у нас. Тут же надо также понимать предложение условия с конструкцией I wish. Тоже сложность вызывает. Правила согласования времен в косвенной речи. Дальше. Есть ли залог активный или пассивный, тоже мы должны определить. Это одно из самых первых, если перед нами идет сказуемое. и после того, как мы определили залог, мы определяем время совершения действия. Если залог активный. Если пассивный, то тоже может быть там, естественно, пассивный может быть present simple passive, past simple passive и так далее. То есть мы определяем время, когда совершено действие. Тут уже и слова указателей, и контекст нам помогает. И после этого мы ставим глаголу нужную форму. Далее вот на что обратить внимание также, что ответы переносить заглавными буквами без пропуска. И другой такой момент. Если есть апостроф, например, didn't, то апостроф записывается в отдельную клетку. То есть мы пишем didn't апостроф в пользу полной формы. Я тут написал как следует быть записано это слово в бланке ответов. Потому что компьютер если не прочитал этот апостроф, то он будет читать это за ошибку. А потом апелляция это тоже особо никому не надо. И вот какие же рекомендации по выполнению такого рода заданий. Как всегда. Но здесь особенно. Потому что здесь пропуск идет формы. Просто даже прочитать весь текст не обращая внимания на слова которые надо вставить. Не обращая внимания не читая пока те слова. Некоторые слова могут сразу при чтении текста стать понятным ученикам и сразу же они поставят нужную форму слова просто по смыслу которое слово подходит. Обращать внимание на контекст. То есть когда читают уже когда все слова закончились которые сразу ставили при чтении все равно их надо проверить совпадают ли они с тем словом потому что могут быть и другие слова которые по смыслу могут подойти сюда. И вот обращаем внимание на контекст определить форму слова и после того как определили уже форму слова проверить правописание. Еще раз орфографическая ошибка и ответ считается неверным. После того как все задание выполнено следует прочитать текст еще раз заполненными пропусками. Ну одно из таких подсказок язык все таки он создан таким он сам себя создан можно сказать. Таким образом люди создали язык будет еще правильнее. Таким образом что он идет по принципу удобности. Вот если удобно произносить то скорее всего этот вариант правильный. Если где-то язык спотыкается то есть шанс того что где-то прокралась ошибка в нас. Вот поэтому мы читаем это ну естественно слух читать нельзя на экзамене но тем не менее надо прочитать его и тогда можно понять все ли у нас правильно. И также если вы не уверены в ответе то напишите по крайней мере то тот вариант ответа который вы считаете наиболее нужным. Тут тоже подсказка что та форма которая была предложена для записи она должна быть изменена. Такого чтобы форма осталась такого быть не может. И естественно мы не оставляем задание без ответа и таким образом все переносим бланк ответа и потом смотрим чтобы в бланк ответа были перенесены все варианты. И словообразование. Тут 6 заданий максимум что можно получить 6 баллов. И здесь я бы рекомендовал вот такой алгоритм действия ну прежде всего прочитать весь текст как как всегда. И так же может случиться как и в предыдущем задании что слово мы определяем уже при чтении. Потом уже мы начинаем читать отдельное предложение и внимательно смотрим на то что окружает этот пропуск. и то есть на контекст. И здесь уже можно делать выводы о принадлежности к части речи. А вот здесь мы уже должны определить часть речи. Конечно будет не лишним перевести текст чтобы быть уверенным в части речи и смысле слова. Но тут надо посмотреть что если смысл противоположный то нам потребуется отрицательная приставка или суффикс отрицательный. Если необходимое слово неизвестно то допустим но чтобы оно не было неизвестным то пособие тренинг у нас это пособие тренинг в нем очень хорошо представлен раздел словообразования и все суффиксы и приставки которые существуют в английском языке вот они присутствуют практически все по крайней мере наиболее употребимые они присутствуют и даны упражнения на то чтобы затренировать употребление слов и всех суффиксов и префиксов которые могут быть употреблены в этом слове и естественно потом мы с вами проверяем орфографию так же чтобы не было никакой грамматической ошибки и текст так же переносится в бланк ответа за главными буквами и без пропуска и вот теперь подсказки такие которые помогут сделать выбрать правильную часть речи здесь ну я не буду уже все читать вы посмотрите пример я думаю вы тоже сами сможете показать где у нас когда употребляется существительное когда глагол прилагательное а когда мы ставим на речи вот именно в этом а вот тут я еще хотел сказать вам что полагаться только на перевод слова потому что он может подсказать нам нужную нам часть речи вот нельзя потому что мы можем сделать ошибочный вывод вот возьмем такое простое предложение the song sounds merry если мы переведем на русский язык то будет merry вот какая будет часть речи песня звучит как печально будет на речи а в английском языке мы здесь употребляем прилагательное вот из-за таких вариантов мы не можем сказать что именно полностью полагаться на перевод и переходим тем временем к разделу тут ошибка у меня получилась грамматика это не грамматика а словообразование в этом видите стратегии выполнения заданий словообразование и первое мы а нет это все правильно это раздел 32 38 все все правильно здесь это речь пойдет о задании повышенного уровня в ОГЭ таких заданий даже похожих нет максимум что можно получить это 7 баллов по одному баллу соответственно за каждый вопрос в этом в этой части также дается связанный текст с пропусками в которые нужно вставить правильный ответ даны 4 варианта которые можно вставить и здесь правильный ответ угадать его в отличие от других заданий этого раздела никак нельзя даже пользуясь грамматикой потому что здесь очень слова такие похожие и тут очень много надо знать и вот в этом задании проверяется насколько ученик знает значение слов насколько он знает синонимы амонимы предлоги которые употребляются с этими словами вообще предлоги в английском языке это самое сложное и поэтому следует ученикам учить предлоги с самого начала и с прилагательными и с глаголами вот эти предлоги учить потому что они не совпадают очень часто с русским языком и естественно сочетание слов друг с другом и самое ну не самое одно из сложностей это фразовые глаголы и идиомы уж здесь и слова и предлоги после фразовых глаголов также вызывают очень большую сложность собственно говоря недаром это задание и самое сложное алгоритм действий у нас здесь такой же собственно говоря похожий на все предыдущие задания первое мы читаем весь текст смотрим на пропуски и возможно находим те варианты которые у нас уже в голове сидят которые мы помним и мы можем сразу написать правильный ответ даже не глядя на варианты ответа ну допустим вот если написано he gave up пропуск и smoking естественно мы поставим give up smoking вот таким образом мы можем сразу догадаться о некоторых ответах после этого мы уже внимательно текст читаем отмечаем те варианты которые подходят сверяя их с предложенными вариантами уже и выбираем правильный ответ после того как мы все выбрали проверив себя мы перечитываем все заново после этого переносим бланк ответов проверяем правильность и смотрим чтобы не было у нас пустого места пустая клеточка чтобы не осталась не заполненной но здесь точно так же как и во всех вариантов если мы затрудняемся дать ответ то надо вычеркнуть совсем неподходящие варианты и потом выбирать из оставшегося и опять таки здесь можно попробовать прочитать то что лучше звучит то скорее всего подходит а может быть просто память речевого аппарата поможет нам выбрать правильный вариант и в данном случае редко конечно но случается что здесь грамматическая форма будет разная и должны будем выбрать правильно но это в принципе тоже крайне редко и так же выбор будет зависеть от слова которое стоит рядом с пропуском вот я уже говорил глагол give up после give up у нас идет smoking инговое окончание герунди идет give up smoking тут можно помнить что he stopped to smoke и he stopped smoking в первом случае he stopped to smoke он остановился чтобы покурить а в втором случае he stopped smoking он перестал курить ну вот такие тонкости есть у нас и в английском языке и еще раз говорю это задание у нас повышенного уровня сложности и выполнить его очень ну не то чтобы очень сложно но достаточно сложное задание у него есть конечно шанс что кто-то может угадать но тем не менее чтобы его хорошо выполнить нужны все-таки прочные прочные знания и раздел письмо ну о письме уже много говорили и письмо уже не вызывает таких сложностей как эссе вот в письме главное что не забыть написать три вопроса другу на заданную тему использовать уже лексику надо более сложную чем в девятом классе и максимум что за это задание может получить ученик это шесть баллов и здесь надо помнить на такие небольшие ловушки есть вопросы вот вы можете сейчас посмотреть do you like traveling why вот такого рода вопрос соответственно ответить только да будет мало надо все-таки еще после да объяснить почему или посмотреть какие вопросы где может быть которые потребуют у нас два два ответа хотя вопрос и один идет писать письмо надо помнить о том оформлении письма в одиннадцатом классе у нас осталось старое доброе бумажное письмо другу поэтому надо помнить об адресе адрес может быть короткий не обязательно писать все полностью в том числе и индекс деление письма на абзацы абзацы могут быть по старой традиции где мы красную строку пишем или пропуская строку строку между абзацами вот эти два варианта оба подходят и не забыть что о знаках препинания что они отличаются от русского естественно и в конце мы не ставим точку все фразы также должны быть и благодарности и фразы приветствия фраза прощания должны присутствовать и не забыть конечно задать три вопроса по той фразе которая стоит в конце письма вот это то что касается письма ну собственно очень просто и оценивается у нас письмо по трем критериям решение коммуникативной задачи организация текста и языковое оформление и максимум соответственно 6 баллов подсчет слов считаются все слова с первого с начала адреса и до самого последнего слова считаются все вспомогательные глаголы предлоги артикли и частицы но в письме дата в формате если она написана через слэш это одно слово подпись также все идет все считается и при этом краткие формы идет как одно слово числительные которые цифрами выражены считаются тоже как одно слово если идут проценты после цифры это тоже как одно слово но вот надо помнить что если числительные написаны словом то они считаются как отдельные слова Вот таким образом. И сокращение также считается как одно слово. Ну и такие слова, как good looking и так далее, они также считаются как одно слово. Александр Сергеевич, здесь поступили вопросы, можно ли писать thank you или thanks только? В личном письме. Допустимые сокращения. В эссе наоборот нельзя писать сокращения. Это будет рассчитано как такой приземленный стиль, а там должен быть нейтральный стиль. А в письме можно I don't, I'm happy и так далее. Thanks, thank you for a letter. Это все вполне допустим. А подписывать письмо нужно своим именем? Ну в данном случае это роли большой не играет. Фамилию нельзя писать, имя можно написать и свое. А вот еще один вопрос важный. Разве бумажное письмо не заменили на электронное, как в девятом классе? Это в девятом классе. Это в девятом классе. Вот если мы сейчас откроем демо-версию, то там будет письмо у нас в формате обычном. И по крайней мере осталась все структура. Только в девятом классе заменили. Хорошо, спасибо. И теперь мы переходим к написанию эссе. Написание эссе это уже сложно, это тоже задание повышенной сложности. И вот перед вами пособие, которое вышло в этом году в издательстве. И здесь, собственно сбоку, с правой стороны вы видите, о чем это пособие. Это пособие о том, как правильно писать эссе. Что вот мне, например, понравилось в этом пособии? Оно дает тренировку, как сделать аргументацию свою, как организовать контраргументацию, как порядок написания, как готовиться к эссе. И самое, что важно, ну кроме вот этих вот мелких, допустим, дается тезис какой-то. И надо написать аргументы. И есть ключи, ну тут уже ключами я бы не назвал. Это как варианты, предлагаются некоторые варианты аргументов, которые есть. То есть вот тут постепенно идет подготовка, пошагово готовят вот это пособие к написанию эссе. И вот что мне здесь, ну один из фактов, который больше всего мне нравится, это реальное сочинение детей. Со всеми ошибками, которые они допускают. И вот здесь предлагается тем, кто работает по этому пособию, и поработать в роли эксперта. Собственно говоря, я вот как делал. Я брал это эссе, написанное детьми, давал детям на то, чтобы они прочитали его. Они читали, сами выставляли оценки. Вот у них бланк экспертов я выдавал. И критерии оценивания. Это естественно. Прежде всего при написании письма и эссе дети должны знать критерии. Это самое главное. И также критерии должны знать по лучшей части. Здесь я их не представлял. Они есть в домоверсии. И так я хотел как можно больше вместить. И получилась у нас презентация и так очень большая. Слайдов много. И вот поэтому это пособие вот именно этим и хорошо. То же самое, что могут видеть ошибки и сравнить свои оценки, которые они ставят с экспертами. А такой опыт он очень полезен при подготовке и при работе по написанию эссе. Итак, вот собственно из чего должно состоять эссе. Это совсем кратко. Это так сказать минимум, что должен знать участник, чтобы написать эссе. Или наоборот, чтобы не забыть, но вот в голове этот план будет. Хотя этот план собственно он и написан. Ну как написан. Первое это должно быть вступление. Два-три предложения это перефраз темы. Перефраз должен быть обижательный. Там считается, чтобы слова не повторялись. Особенно, чтобы они не шли подряд. Те слова, которые в тезисе даны по написанию. И в этом же абзаце показываются две противоположные точки зрения на данную проблему. Дальше. Второй абзац. Это мнение автора. Тут два-три аргумента, развернутых в поддержку своей точки зрения. Третий абзац. Это противоположная точка зрения. Здесь один-два аргумента. То есть, это эссе, это как беседа с тем человеком, который вам противостоит. Беседа с оппонентом. И вот здесь вы приводите уже как бы слова оппонента, которые высказывают свою точку зрения. И вот эти один-два аргумента, которые ученик будет писать, надо сразу нацелить его на то, чтобы эти аргументы ему придется в четвертом абзаце опровергать. И поэтому их не надо делать слишком железными такими, а надо так, чтобы можно было эту точку зрения расшитать. То есть, вот поэтому эти один-два аргумента должны быть такими. Ну, не слишком хилыми, но, по крайней мере, рассчитанными. На то, что их надо будет потом разрушить. И вот это в четвертом абзаце мы и делаем. Мы опровергаем те аргументы, которые были в третьем абзаце. Собственно говоря, понимаете, эссе, это, видите, целая книга написана. Поэтому я тут кратко, как можно, говорю. А вообще, конечно, это очень много. Александр Сергеевич, а вот вопрос. Лучше писать один или два аргумента? Понимаете, тут еще идет вопрос о количестве слов. Первое, количество слов не должно превышать, ну, плюс-минус 10%, допустимо. Поэтому, если у вас уже много слов, то пишите один аргумент. Ну, и там во втором абзаце два аргумента. Вот именно во втором абзаце один уже не рекомендуется. Все-таки лучше два. В третьем можно и один аргумент. Вот такое. Но если у вас вдруг не хватает слов, то тогда надо написать все-таки два аргумента, и тогда слов будет больше. Допускается ли употребление личных местоимений в эссе? Ю, увы. Так. Не допускается в эссе только сокращение. Ну, и стиля такого разговорного. Вот это тоже не допускается. Это не приветствуется. Только если в том случае, если вы цитируете вдруг чьи-то слова, и кто-то сказал, а им, и это прямая речь идет. Вот это возможно. А так эти слова вполне, ну, только они должны, соответственно, быть в нужном месте. И ничего в этих местоимениях нет страшного. Еще вопросы есть какие-нибудь? Пока нет. Пожалуйста. И, наконец, после контраргументов мы приходим к заключению. Заключение, собственно, это, по сути дела, чуть-чуть переделанный второй абзац. То есть, вы еще раз высказываете свое мнение по данной проблеме. Ну, если так вот говорить, то вы, исходя из вышесказанного, все-таки мы считаем, что надо вот так. Что наша точка зрения права. Ну, не указывая, что наша точка зрения права, а мы высказываем свою точку зрения, собственно говоря, то, что было во втором абзаце. Но здесь не стоит, видите, вон написано, я обратил внимание, что не стоит повторять те формулировки и мысли, которые уже были во втором абзаце и в четвертом. надо поэтому вот искать другие слова. И именно вот это упражнение, именно это задание, оно и показывает, насколько мы владеем языком. Вот. Рекомендованное время на это задание. Надо есть... А, кстати, вот о времени. Если письмо уже настолько у нас, ну, по крайней мере, письмо отработано и не вызывает таких сомнений, письмо даже рекомендует сразу писать на чистовик. То вот, что касается эссе, то его, конечно, надо сначала написать на черновик. Но помня о том, что его все равно следует потом перенести, успеть перенести на чистовик. Иначе время закончится и ничего, балов мы не получим. Скажите, пожалуйста, где писать свое мнение? В первом абзаце или во втором? В первом абзаце вы указываете две точки зрения на данную проблему. Ну, вот, если, допустим, возьмем... Ну, что? Какую тему? Ну, образование. Где лучше учиться? В России или за рубежом? Вы пишете вот в первом абзаце. Some people think that it is quite possible to get good education in your country. И тут же мы указываем вторую точку зрения и говорим. Но в то же время другие считают, что хорошее знание можно получить только обучаясь за рубежом. Вот эти две... Это противоположные точки зрения. А вот во втором абзаце вы уже начинаете говорить о своих аргументах. Ну, к примеру, вы считаете, что можно получить хорошее образование только за границей. И вы говорите, вот за границей, обучаясь за границей, у вас не будет возможности разговаривать на родном языке, а это будет дополнительным стимулом для того, чтобы совершенствовать свой иностранный язык. И вот тут вы приводите два-три аргумента в поддержку своей точки зрения. И в конце каждого абзаца второго, третьего, четвертого вы делаете микровывод. То есть вы пишете таким образом и дальше уже то, что вы о своей точке зрения говорили, вот тут вы пишете. И тоже в третьем абзаце допустим, вы отставите, вы говорите таким образом обучение за рубежом, только обучение за рубежом даст нам хорошее знание иностранного языка. А тот, кто оставил противоположную точку зрения, это третий абзац, он пишет таким образом или поэтому иностранный язык можно вполне выучить и у себя на родине. Вот такие вот микровыводы. Вот это то, что, собственно говоря, надо. Но это отдельная тема, я же говорю, здесь только кратко, кратко, насколько можно кратко. вот у нас есть такого рода эссе. И вот то, с чем следует ознакомить учеников, это схема эксперта. Вот по этой схеме эксперты оценивают эссе учеников. И вот можно даже написать эссе и дать ученику послушать, послушать, оценить свое эссе по этим критериям. Можно сначала потренироваться на пособии, вот что я показывал по написанию эссе. Там то же самое все есть. Вот таким образом мы готовимся к написанию эссе. И теперь переходим мы с вами к устной части. Уже время наше истекает, вернее уже истекло. Но тем не менее здесь я уже буду совсем краток, хотя быть кратким на устной части. Это чтение текста вслух. Один балл. Это следует воспринимать как разминку спортсмена перед соревнованиями. Если даже одного балла вы не получите, то вот прежде всего на это надо настроить ученика. Не страшно. Если вы где-то споткнулись один раз, второй раз, третий раз, ваша задача просто потренироваться. Один балл в принципе погода не сделает в устной части, потому что оставшиеся 20 баллов вы можете получить. А если вы уже расстроитесь из одного балла, то шансов того, что вы не сможете получить максимальное количество, ну даже большое количество баллов, тоже у вас мало. Поэтому чтение воспринимайте как просто разминку. Но тем не менее надо стараться и чтение выполнить хорошо. Но если вдруг не получится, то не расстраивайтесь. Говорение. Второй раздел это вопросы, которые задают. Здесь вот я бы рекомендовал задавать прямой вопрос. Потому что если вы задаете косвенный вопрос, то его надо задавать полностью. I would like to know where your swimming pool is located. То есть вот только в таком порядке он засчитывается. Но лучше всего спрашивать where is your swimming pool located. Ну это к примеру просто что-то бассейн не пришел в голову. Недавно видно делали с детьми про бассейн было. И вот ну лучше конечно прямой вопрос. И когда вы задаете первый вопрос, то лучше не говорить местоимение не употреблять. В каком плане? То есть мы должны сказать where is your swimming pool located. Видите swimming pool не говорить where is it located. Дальше уже можно говорить it. А первый раз вы же принцип какой? Что вы звоните по телефону чтобы узнать. Поэтому если вы спросите по телефону где он расположен такой вопрос вам не будет засчитан. И естественно вы обращаетесь к человеку с которым вы разговариваете. Поэтому соответственно должны быть вот вопросы такие чтобы человек на них мог ответить. Иначе коммуникация не состоится и вам ответ не будет засчитан. Особое внимание обращаю на произношение слов. Where there three free thing think то на что может быть что может быть не точно. и естественно интонации. Общий вопрос это восходящий тон специальный вопрос это нисходящий тон. Ну если идет перечисление то тоже все восходящий тон кроме последнего который ну тут перечисление собственно я так не припомню чтобы были тут перечисления. Но тем не менее вот это что касается вопроса. раздел третий это описание картинки. Ну тут просто алгоритм как надо начинать. Первое это конечно фраза I have chosen photo number потом вступление. Вступление это одно предложение может быть два вы просто говорите о том с чего собственно ради чего вы делаете это выступление. и когда описываете картинку вы показываете ее вашему другу или подруге. Я просто сейчас обращаюсь как я детям это говорю. Поэтому всегда должен быть this you I want to show you the photo I hope you will come ну то есть вот должно быть личное здесь. Дальше вот третий пункт смотрите тут надо обязательно следовать плану потому что если с одной стороны мы показываем свое уважение эксперту который слушает чтобы не пришлось путаться что было сказано что нет а с другой стороны есть возможность что-то забыть если вдруг вы что-то перепутали пункты плана поэтому на это обращать внимание дальше вот то с чем собственно говоря особенно первые разы мы сталкиваемся это что некоторые кстати на экзамене так ученики отвечают уже на ЕГЭ на настоящем экзамене то есть они дают задача дать целостное высказание то есть для этого используются слова связки и прочее а ученики дают просто краткие ответы якобы ответы на эти вопросы и между собой их никак не связывают то есть это сразу же конечно очень сильно снимает баллы и все естественно используют средства логической связи связывать между собой слова и вот помнить о том что пункт what is happening он обычно самый большой самый объемный вот поэтому описание надо помнить что здесь надо сказать хотя бы ну описать что происходит на картинке что было видно вот здесь уже двух предложений будет явно мало ну такой совет если вдруг нет особых навыков то лучше все таки говорить короткими предложениями чем длинными потому что когда мы говорим длинными предложениями уже идут входы предаточные и здесь уже согласование времен может быть соответственно можно сделать ошибки и пункт 3 конечно же у нас время произойдет continuous во главе угла стоит и в конце вы делаете заключение ну естественно уже заключение вы делаете после того как вы сказали почему вы решили показать эту фотографию и вот после этого вы уже делаете тоже очень короткое краткое что-нибудь буквально пару слов ну самое that's what I wanted to say ну тоже как вариант оно пойдет к заключению и наконец последний пункт он как всегда у нас уже самый сложный это сравнение картинок вот здесь первое что мы делаем это конечно же вступление здесь одно-два предложения вполне пойдут вот наиболее характерные фразы I am going to compare and contrast these pictures they are connected with the topic вот и после этого после этих фраз мы начинаем описывать каждую фотографию здесь кратко мы описываем фотографию то одно-два предложения будет достаточно мы описываем место действия и что делают люди на фотографиях вот если место действия трудно определить можно хотя бы сказать что одета на людях так именно вкратце вот совсем кратко но тем не менее нельзя вот этот момент опускать потому что это один из пунктов плана за что получают баллы дальше надо найти сходство в картинках это два-три сходства ну как минимум уже одно если вдруг совсем трудно хотя бы чтобы одно сходство было но лучше конечно два после того как и не забывайте о переходе то есть вот после того как описали мы фотографию у нас переход к сходству опять слова связки у нас идут while at the same time ну и так далее и дальше также два-три отличия идут и пятый пункт мы говорим о своих предпочтениях а вот тут на что бы я обратил ваше внимание это мы говорим когда эти ваши предпочтения работают допустим вот тот демонстрационный вариант который у нас есть сейчас 20-21 года он говорит you preferred as a child и поэтому мы должны сказать когда я был ребенком я бы предпочел или я предпочитал вот именно вид деятельности представленный на той или другой фотографии вот поэтому на это тоже надо обратить внимание потому что если говорить сейчас это тоже может засчитан как не ответ потому что говорится когда были ребенка потом объяснить почему вы предпочли или предпочитали или сейчас предпочитаете именно это и в конце концов вы делаете также заключение ну заключение может быть самое разное то есть какое-то краткое такое вот заключение ну вот собственно и все что я успел сказать за это короткое время конечно если так говорить то тут можно с утра до вечера сидеть и по каждому пункту говорить в течение одного часа вот собственно и все спасибо вам большое за внимание Александр Сергеевич действительно у нас есть еще о чем поговорить на следующих вебинарах я тут коллега просила по поводу тем на наших следующих вебинарах и мы остановились на теме особенности написания электронного письма на ОГЭ который мы в декабре хотели с вами запланировать вот это наиболее частотный запрос ну и еще хотелось бы конечно осветить тему СН на ЕГЭ но это уже наверное в новом году мы конечно коснемся этой темы ну а вот в декабре все-таки рассмотрим электронное письмо как вы на это смотрите ну можно но вот электронное письмо оно так много ну ладно давайте ну там рассчитывать ну на час может быть то есть чисто по времени вот об электронном запросов было много на электронное письмо значит тема западающая вот конечно больше всего и СН интересовало но вот конечно ОГЭ тоже хочется коснуться потому что в нем тоже много изменений в этом году произошло ну да это нечто новое у нас изменения они всегда вызывают вопросы тут я ну хорошо проведем тогда если есть такая потребность поговорим о написании электронного письма смотрите сколько положительных отзывов ваш адрес в чате ждем новых встреч спасибо за полезную информацию вот здесь пожелания вероятно есть смысл провести более подробно каждое задание ЕГЭ посвятить этому видимо каждый вебинар ну посмотрим коллеги в декабре в общем мы определились проведем вебинар на электронное письмо ну а дальше уже будем смотреть и по вашим запросам вот ну и по западающим темам а еще был вопрос Александр Сергеевич не станет ли ЕГЭ по английскому языку обязательным экзаменом очень много разговоров на эту тему было но что-то сейчас шумиха поутихла вы ничего новенького не слышали ну собственно разговоров нет что будет были раньше что в 20 году будет но как видим уже 20 год и ничего нет я не знаю ну если так смотреть чтобы сделать ЕГЭ обязательным экзаменом то это будет сложно потому что все равно находятся при всем при том что сдают ЕГЭ у нас не все 100% учащихся а только те кто его выбирает а раз они выбирают значит они к нему специально готовятся и то при этом они все равно получают двойки поэтому если всех заставить сдавать экзамены то это наверное есть смысл так же как и в математике разделить на профильный и базовый уровень но с языком это понимаете это чуть-чуть сложнее с языком это сложнее во первых в разных школах разное количество часов одно дело школы с углубленным изучением там часов больше другое обычной школы там часов соответственно меньше плюс подбор учеников желание их учить вот все это вместе и затрудняет сделать ЕГЭ обязательным ну и ОГЭ и ЕГЭ сделать обязательным экзаменом ну вот я как председатель комиссии по проверке я же вижу что двойки получают даже из тех кто выбрал этот предмет поэтому ну а там посмотрим собственно от нас ничего не зависит нам как скажут так мы и будем да вот к сожалению это и плохо что учителей в последнюю очередь спрашивают а то и вовсе не спросят но это уже из серии сетований и риторических вопросов вот Александр Сергеевич очень все было полезно информативно мы вас благодарим за полезный вебинар и ждем следующих встреч вот вопросов больше нет я думаю мы можем попрощаться с нашими коллегами спасибо большое за внимание спасибо вам до свидания всего хорошего до свидания Продолжение следует...